Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я, Татьяна Наташуда, и хочу сделать небольшой обзор на наши новые кушетки. Я уже достаточно долго пользовалась обычными кушетками, затем у меня появились массажные кушетки, после у меня была кушетка, которая на железном корпусе, и последняя кушетка, которую я решила, что это одно из самых оптимальных на данный момент для нас, это ортопедическая кушетка на деревянном корпусе. Сейчас немного детальнее я вам об этом расскажу. Итак, милые мои, смотрите, кушетка, которой чаще всего все пользуются, это обычные, самые стандартные кушетки, которые складываются, знаете, как в кейс такой, и в принципе они достаточно легко раскладываются. Есть еще второй вариант кушеток, с которыми я очень долго работала, у меня даже есть видео это на канале, это была первая моя кушетка, которую я купила, это кушетка, в которой отдельно крепятся все вот эти ножки. Если честно, она в пользовании, в принципе, удобная, но неудобна тем, что если вы хотите ее куда-то переместить, как бы идет такой длительный процесс конструктора, то есть сначала все поскручивать, поскладывать, потом все пораскручивать и тому подобное. Кушетка, к которой я пришла потом чуть позднее уже со временем, это тоже кушетка на деревянном корпусе, она является более такой массажной кушеткой, сейчас я вам покажу. Она, вы видите, что она очень легко раскладывается, мне было удобно ее разложить. Она легкая, из-за этого мне ее самой легко как бы и переносить, потому что кушетки все, которые идут на железном корпусе, они очень тяжелые, то есть нам, девочкам, с ними справиться достаточно сложно, поэтому кушетки с деревянным корпусом, как-то у меня к ним со временем появилось все-таки больше доверия. Хотя, один из также минусов или плюсов, железный корпус это более долговечная конструкция, как мне кажется, и что касается деревянного, возможно они быстрее расшатываются, но эти кушетки у меня уже годами, поэтому это только теория, на самом деле кушетки очень практичные. Итак, клиенту в принципе удобно лежать, кушетка достаточно широкая, она мягкая, мягкая, но не настолько удобно лежать, чтобы вот, например, беременной женщине, вы лежать полностью на ровной поверхности тоже уже будет сложнее, да, либо клиенту, у которых проблемы немного со спиной, поэтому я тут очень долго думала над этим всем, и мне хотелось создать сервис и комфорт для своего клиента, поэтому со временем я перешла на ортопедические кушетки, которые имеют определенные изгибы для того, чтобы нашим клиентам было комфортнее лежать. Что по поводу мастера, я могу сказать, что для меня важно, чтобы кушетка не упиралась слишком в ноги, поэтому очень важно, чтобы она у вас желательно регулировалась по высоте, если ваша кушетка будет регулироваться, вы можете легко ее сделать под свой рост. Второй вариант для того, чтобы удобно сидеть за кушеткой, это регулируемый стул, например, то есть мы берем стульчик, и когда мастер работает, один из удобных вариантов, вот вы садитесь за свое рабочее место, и вы можете отрегулировать, насколько вам нужно ниже, либо вам нужно выше, то есть для наш мейкера на самом деле регулируемый стул, это также очень важная вещь. Итак, когда мы начинаем садиться за кушетку, что может быть из минусов? Лично в этой кушетке, здесь есть перекладина, которая вне впирается в ноги, и она вот здесь вот надавливает, поэтому при выборе кушетки обязательно обращайте внимание, чтобы у вас была здесь как можно вот она сокращенная такая деталь, в железных кушетках она меньше. Итак, но со временем я ушла от этих кушеток, в общем сказать, чтобы полноценно можно было ей быть довольна, я не могу такого сказать, потому что были какие-то минусики, к которым мне приходилось просто подстраиваться. Это вот второй вариант кушетки, первой у меня уже даже нет, у нас их просто нет уже в наличии даже в студии. Следующая, но они были самые бюджетные, вторые по плану экономии, это конечно идут эти кушетки, косметологические, да, либо такие массажные кушетки. Следующая, которую я для себя приобрела, это кушетка вот такая вот на железном корпусе, из минусов, что мне здесь не понравилось. Смотрите, здесь идет очень большой прогиб. То есть визуально, если мы посмотрим на саму кушетку, она смотрится очень красиво. Это тоже была одна из моих идей для того, чтобы создать какой-то свой стиль и было красиво. Мне хотелось как-то визуально, чтобы кушетки выглядели красиво. Поэтому эта кушетка сделана, обшита из заменителем кожи и также у нее здесь внутри стоят кристаллы. То есть выглядит она достаточно очень достойно. Также она практично в пользовании, ничего не могу сказать. Если вы за ней будете ухаживать, если вы будете стелить одноразовые простыни и тому подобное. Из минусов, она немного скользит именно по этой кушетке, потому что здесь сделали на железном корпусе слишком большой прогиб в ней. Из-за этого получается наш клиент по этой коже успешно съезжает и убегает от нашего мастера. Мы поняли, что это непрактично. Следующий вариант. Также у этой кушетки на железном корпусе я вам рассказываю. Потому что у них существует очень много подобных, похожих, но плюс-минус они все равно отличаются. Опять же, когда я здесь присаживаюсь, получается, что даже когда я регулирую стул, я не могу поднять выше ноги. И мне между стулом и кушеткой остается мало места для того, чтобы сесть именно над моим клиентом. Я сижу ему в макушку. То есть вы должны обязательно уточнять и смотреть, чтобы был не слишком большой прогиб в этой кушетке. Иначе будет неудобно. Из минусов. Железный корпус, опять же, она настолько тяжелая. Если вы планируете заказать кушетку у производителя, который не находится в вашем городе, вам обойдется очень дорогая доставка. Кушетка безумно тяжелая. Вам доставка обойдется примерно в такую же стойкость, как и стоит эта кушетка. Может быть, немного дешевле. Поэтому она оказалась все-таки тоже не самой практичной. И в поисках еще более идеального варианта я вам могу сказать, что все-таки я остановилась на последнем выборе. Меня уже давно и очень много все спрашивают, какую все-таки выбрать себе кушетку. И я вам говорю, что обзор будет немного попозже. Потому что мы не могли определиться до конца. Сейчас я вам могу сказать, что кушетка последняя, на которой я остановилась, она мне очень нравится при выборе. Дорогие мастера, в продолжение этого видео хочу вам рассказать о последней модели кушетки, которая меня вдохновила, понравилась для того, чтобы мы начали выпускать свои тоже кушетки. Производство еще не запущено, но ожидать в ближайшем времени обязательно будет. Какое преимущество этой кушетки? Мы ее полностью доработали и усовершенствовали под каждого мастера, чтобы было удобно в любых ситуациях. Не в зависимости от того, высокий мастер, низкий мастер, худенький, поплотнее. То есть эта кушетка будет удобна для каждого мастера. Точно так же она удобна и для каждого клиента. Потому что, если говорить о предыдущих кушетках на железном корпусе, там клиент съезжал. Здесь сделали изгиб меньше, за счет этого клиент просто лежит комфортно. Удлинили вот эту часть, где лежит голова клиента, для того, чтобы было более удобно, не отекала голова и все было комфортно. И немножко добавили более такого красивого дизайна. То есть сделали ее абсолютно в пол. И так же здесь не слишком глубоко установили камушки. Почему? Если углубляться камушками, их почти не видно. Если мы камешками не углубляемся, их заметнее и дизайн этой кушетки становится намного красивее. То есть, теперь я вам хочу показать, что она на деревянном корпусе, что облегчает ее. И если вы, например, хотите заказать ее в другом городе, вам это будет достаточно выгодно. Мы даже пробовали просчитывать доставку за границей. Она все равно выходит очень выгодно. Потому что за границей такая кушетка будет в разы стоить дороже, чем заказать ее где-то, ну, например, у нас в Украине. У нас более бюджетно можно это сделать. Следующий такой момент. Это доставка. Относительно доставки будьте внимательны. Когда к вам приходит кушетка, вы можете просто получить ее травмированную. Обязательно страховать нужно круз. Если к вам пришла кушетка, вы видите, что что-то на ней не так, вы имеете право ее вернуть. Либо она сломана, либо она поцарапана. То есть, поэтому сразу обращайте это внимание, на это внимание, уже когда вам ее привозят. Служба доставки. Потому что если вы ее себе уже забрали, у вас не будет возможности ее обменять, либо вернуть. Я вам сейчас советую, ну, даю советы, такие дельные советы. Потому что я тоже сталкивалась с подобной ситуацией. Следующее. Я хочу вам показать, как за ней садиться. Стульчик у меня тоже идет регулируемый по высоте. Но так как здесь идет выше подъем головы немножечко, и сделана вот эта часть сама чуть-чуть уже, Получается, что у меня еще остается пространство между ног и самой кушеткой, и они не давят мне. То есть, кушетка мне не будет впираться в ноги, и здесь не будет никаких полос. У меня иногда даже бывают синяки, когда слишком близко к кушетке, и я очень долго сижу. Потом, голова нашего клиента. Мы находимся над ней уровнем. Если я вижу, что мне низко, у меня есть возможность еще подняться выше. Следующее. Подушечка такая для нашего клиента. Удобная мы ее располагаем под шею. Не так вот иногда еще ложатся сюда головой, потому что тогда клиент все равно высоко получается. Нам нужно ее положить именно под голову. Съезжать клиент не будет, несмотря на то, что кожа, потому что кушетка сделана с меньшим изгибом. Еще такой момент. Здесь добавлен столик. На столик вы удобно можете разместить самые свои подходящие вам, которые вам нужны, предметы прямо для работы, для вот сейчас. Что бы еще я себе думала, это, возможно, добавить здесь какой-то крючочек. Когда приходит ваш клиент, и ему нужно положить куда-то свои вещи, чаще всего это сумочка, он может спокойненько разместить ее и повесить на крючочек здесь. Но у нас дело немного по-другому. У нас также есть здесь тумбочки. Мы можем предложить клиенту разместить где-то в этой зоне свою сумочку. Но я думаю, что все-таки мы добавим сюда где-то какой-то крючочек для того, чтобы клиенты могли рядом с собой вешать сумочку. Далее я хочу вам рассказать, как организовать свое рабочее место для того, чтобы вам было удобно работать. Правильная организация рабочего места дает вам возможность сократить время наращивания. Это один из очень самых важных моментов.